О восстановлении освобожденных территорий мы поговорим с руководителем Центра исследования и устойчивого развития Нариманом Агаевым. Здравствуйте, Нариман Малим. Здравствуйте, Нариман Малим. Нариман Малим, пожалуйста, скажите, как вам кажется, поможет ли привлечение иностранных дипмиссий к посещению освобожденных территорий донести правду о вандализме, чиненном на протяжении 30 лет оккупации до мировой общественности? Безусловно, участие дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, доведение информации до своей общественности имеет огромное значение. Но это не говорит о том, что мы должны, сложа руки, сидеть. Наши общественные организации, каждый гражданин Азербайджана должен участвовать в этом важном мероприятии. Нариман Малим, вот сегодня большое количество иностранных компаний готовы принять участие в восстановлении освобожденных территорий. И, как по-вашему, какое направление экономики следует развить в первую очередь на освобожденных землях? Помимо работ по восстановлению освобожденных земель, проводимые государством, то есть, я имею в виду Азербайджан, 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 Азербайджан. Восстановленным территориям начнут принести свои первичные дивиденды. В этом случае есть у нас некоторые предложения, с чего надо начинать. Нариман Малим, вот учитывая, что восстановленный освобожденный регион, он станет привлекательным, как для местных, так и для иностранных туристов, как по-вашему, какие виды туризма могут стать приоритетными на освобожденных территориях? В первую очередь, если мы восстановим оздоровительные центры, или будем организовать реабилитационные курортные учреждения, она, в первую очередь, медицинский туризм будет развивать. Параллельно с этим, я думаю, что исторический туризм тоже имеет место развиваться. Это посещение восстанавливаемых мечетей, церковь и других культурных учреждений. Но вместе с тем, необходимо и экономику посмотреть. Экономика не только с туризма состоит. На мой взгляд, на наш взгляд, нам в первую очередь надо решить вопрос мелиориации. Параллельно на ближайшие 3-4 года нам обязательно необходимо мукомольное производство восстановить в Гарабахском территории. В перспективе параллельно надо будет виноградарство, щелководство, пчеловодство содействовать развитию именно освобожденных территорий. Но и малый бизнес нельзя забывать. При восстановлении потребляемых любых стройматериалов, начиная от шпаклевки и других вещей, необходимо, чтобы на месте производились. И этим должен заниматься малый бизнес. И внутренний национальный бизнес, и можно иностранцев привлекать к этому делу. В том числе и другие стройматериалы и изделия, которые в быту применяются. Так что для малого бизнеса необходимо открыть зеленый коридор. Спасибо большое вам за подробный ответ. Отмечу, что с нами на прямой связи был руководитель Центра исследования устойчивого развития Нариман Агаев.